У нас тоже в принципе все работает, перезимовали зиму, я думаю перезимуем и весну, остаток материалов. Давайте ближе к делу, скажите пожалуйста, что с мусорным полигоном? Пока полигон работает, в штатном режиме, суббота, воскресенье, выходной, пока проблем никакие. Хорошо, слушайте, вчера принимались на почте квитанции? Да. Квитанции принимались, там вообще непонятная история. У вас точная информация или 5? Николай Николаевич, тогда, когда возник у вас же вопрос, поехал начальник участка прямо на почту и зашел к начальнику отделения. Он сказал, да, мы принимаем все. Когда обратился к оператору, он говорит, у нас появилась там некоторые проблемы, сбой программы. У наших, у бельчан, мы принимали опять квитанции. Ну это уже знаете, как мы в детский сад идем, первый класс, потом первый класс. Тут получается, что мы с первого класса должны опять вернуться в детский сад. Ну, Глади, мы сейчас выйдем, набираем начальника отделения, он скажет, что принимает. Понимаете, я не понимаю, что происходит. Ну, начальник отделения, наверное, принимает. А оператор, который сидит, у него что-то с программой, он почему-то не принимает. Ну, пускай подключатся ваши специалисты. Ну, нельзя же так, что они мне, люди приходят, наши люди приходят, бельчане и говорят, опять не принимают, опять телефоны не отключают. Ну, это уже, знаете, ну, на какой-то цирк похоже, маразм уже. Ну, по-другому я не могу вырваться. Понятно. Скажите, что с дорогой, значит, Тефан Челмарий, угол Первомайский? Значит, там вот некие наледи, после вот этих, ну, значит, первоначально было подсыпано ямы, ну, вторичным асфальтом, скажем так, засыпано. Фирма «Нов Конструкт», для того, чтобы выровнять вот эти вот неровности все образовалось, подсыпала крошкой асфальтами, после этого пошли дожди. Крошку повыбивало, потом резко ударили морозы, эта вся вода, которая пошла с ям, начала выбиваться, потихоньку намерзать, намерзать. Значит, мы пустили, это было, 19-го числа пустили грейдер, он не сморг ничего, тогда же ночью пустили машину, подсыпали чистой солью, и вчера уже грейдер выровнял, разровнял этот участок, в принципе, довели до состояния возможного проезжаемости. Это большой проблемный участок, вообще сам участок проблемный, и там поворот троллейбусов, они выкручивают эту линию, эту дорогу, и там насыпь как бы рыхлая, поэтому постоянный-постоянный контроль. Слушайте, вот как мы только говорили, мне вот так стыдно становится, ну мне просто стыдно за эту улицу, и я вот не знаю, что уж говорить людям, ну я знаю, что отвечать людям, но как мы довели до такого состояния, мне стыдно. Вот, нам надо срочно, Баргар есть? Вопрос не к Дерсу. Я понимаю, что в Дерсу здесь как раз меньше всего вопросов. Слава Богу, что вы ее у нас выбрали, потому что он благодарен. Что, вот этот ремонт дороги. Сейчас, подождите, мы вернемся к Дерсу. Я вас прошу, не ждать плюс 6 на асфальте, свяжитесь, пожалуйста, с фирмой, спадет снег, только спадет снег. Пригласите их сюда, я вижу, что эти ямы надо забить, и забить надо или гранитной крошкой, или, как вы говорите, глушным асфальтом. Тем более, эта фирма говорила, что она чуть ли не имеет эксклюзив по Молдове, по изготовлению холодного асфальта. Это правда или нет, Ристофов? Так было снизу. Это не холодный асфальт, это этот, с добавлением добавок, энзима. Александр, у них есть холодный асфальт? Есть, но сейчас же снег лежит, куда мы положим. Нет, я говорю, только спадет снег. Мы не будем ждать плюс 6 на асфальте, на поверхности, для тех, кто не понимает, что такое на поверхности, плюс 6, я говорю, это температура прогретого асфальта. Не будем ждать, а сразу же начать надо забивать эти ямы. Потому что, ну нет у нас другого выхода. Нет, чья была эта ошибка, уже пускай разбираются другие, кто это сделал, к чему привели эту улицу. Итак, пометьте себе обязательно, чтобы я вам не напоминал. И по ДРСУ выйти, анализ улиц вы сделали? То, что мы говорили на прошлом пересечении. Давайте пойдем по этому методу, чтобы, я не знаю, когда будет тепло, потому что, судя по прогнозу, ну опять мороз, опять пойдем по этому. Спадет снег, может нам обратить внимание, везде заколотить, забить эти ямы. Вот там на Артема у нас большие образовались, где троллейбусы поворачивают. Штефан Челмави, Первомайская большие, Дед Чебал большие. Может пойти сейчас временно забить, заколошматить их вот этими смесями. Я понимаю, что выбивает, но давайте не будем ничего делать. Понимаете, я тоже могу сидеть, комментировать и говорить, выбивает. Я понимаю, что выбивает, но давайте ничего не будем делать. Я говорю, не ждать температуру, чтобы на асфальте было плюс 6, чтобы сделать, чтобы были хоть какие-то комфортные условия. А так, если будем сидеть, когда у нас будет? Конец апреля? Плюс 10, да, или плюс 15? Понятно по этому вопросу? Я понял, а только немножко подсыхает дорога, запускаем. Но не надо брать щебенку, просто щебенку, ее сыпать. Как я один раз наблюдал, идут ваши рабочие, сыпят эту щебенку, лопатами долбят ее. На каждую машину сделали трамбовку, ручной трамбовкой. Ну а вот эта компания приезжала, у них есть специальная трамбовка. Вот ты можешь с ними поговорить, в аренду ее взять, или есть у кого? Есть ЖКХ, ЖКХ возьмите. Ну давайте не будем ждать и не будем повторяться над этим вопросом. Понятно. Понятно. Я не хочу там оправдываться, кто-то цветы сажает. Мне просто надо было выйти и полить те цветы. Ну кто-то политические баллы себе зарабатывает, то мне надо было выйти тоже, пойти полить цветочек и сказать, да, я согласен. Допустили ошибку, уже есть этот прецедент, но его надо сейчас устранять. По квитанциям обязательно обратите внимание сегодня. Я по почте разберу это. А так в остальном, я имею в виду, в частный сектор разнесли? В принципе, да. В принципе, и на предприятия наладили, нету таких больших очередей. Ежедневно принимаем людей. Значит, кассир принимает оплату сразу же. Вот. Те же пенсионеры... Людям объясняете, что вот есть трудности. Значит, возмущается. Ну я вам говорю, что налаживается работа в нормальном режиме. Значит, я думаю, что даже те же пенсионеры, для которых говорили, это тоже большие деньги, будут уезжать даже на предприятие. На телевидение выходили люди, мне объясняли? На телевидение бегущей строкой обговаривали по этому вопросу. Ну я опять выйду буду, опять я объясню. Ну после вас уходить, Николай Крайцев, как-то не совсем правильно. Хорошо, спасибо. Спасибо.